Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания, которая бережно привезла именно для вас 200 тысяч очень качественных запчастей из Европы, США и Кореи. Посмотрите, сколько у нас кузовных запчастей на третьем этаже нашего огромного шестиярусного склада, и она ждет именно вас. Ну а прямо сейчас мы пройдемся по мотору Volkswagen с насос-форсунками. Итак, встречаем маленький 1.2 TDI-PD. В 1999 году концерн VAG представил два трехцилиндровых турбодизеля объемом 1.2 и 1.4 литра. 1.4 литра чугунный мы уже разбирали. Сегодня мы разберем младший мотор. 1.2-литровый турбодизель был создан, чтобы пойти на рекорд. Производитель заявил о расходе топлива в 3 литра на 100 километров на автомобилях, которые оснащены данным двигателем. Разумеется, такой экономичностью могли похвастаться только самые маленькие автомобили концерна VAG. Поэтому этот двигатель дебютировал на Lupa, а затем он появился на Audi A2. Данный двигатель семейства EA-188 и выпускался до 2005 года. В 2009 году появился новый 1.2-литровый турбодизель но уже с топливной системой Common Rail. Сегодня мы будем разбирать двигатель объемом 1.2, снятый с Volkswagen Lupa 2003 года. Этот мотор выпускался в одном варианте мощности – 61 лошадиная сила. В экономичном режиме данный двигатель выдает 45 лошадиных сил. Двигатель 1.2 TDI PD создан на основе алюминиевого блока с помещенными в него при отливке чугунными гильзами. ГБЦ крепится к блоку цилиндров анкерными шпильками. Верхние гайки прижимают ГБЦ, а нижние гайки фиксируют коренные опоры коленвала. В ГБЦ один распредвал с девятью кулачками. Шесть из них приводят клапаны, а три насос-форсунки. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень с механическим натяжителем. Комплект ремня ГРМ для двигателя 1.2 оригинален, то есть он не подходит к двигателю 1.4. На хвостовике коленвала помимо зубчатого шкива находится шестерня, которая приводит цепь, которая в свою очередь приводит балансирный вал, спасающий двигатель 1.2 TDI PD от вибраций. Также эта цепь приводит маслонасос. Комплект цепи для двигателя 1.2 и 1.4 одинаковый. Что можно сказать о надежности двигателя 1.2 TDI PD? Он унаследовал все плюсы и минусы четырехцилиндровых двигателей с насос-форсунками. По сути, это уменьшенный и облегченный двигатель 1.9 TDI со своими особенностями. Однако, ремонтировать этот двигатель непросто. Если придется снимать ГБЦ, то блок цилиндров вряд ли это переживет, потому что при ослаблении винтов ГБЦ ослабляются крышки коренных опор. И это может привести к деформации постели коленвала. Кстати, информация от производителя. Ну а сегодня по-быстрому раскидать этот мотор нам поможет ваш любимый Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. В двигателях 1.2 TDI PD в клапанной крышке установлена важная мембрана системы вентиляции картерных газов. Как и на многих двигателях, не только дизельных и не только от концерна VAG, появление трещины в мембране или закупоривание мембраны сгустками масла приводит к нарушению отбора картерных газов. Если мембрана треснула, то картерные газы и пары масла неуправляемо летят во впуск. Если же мембрана забита сгустками масла, то картерные газы ищут другой выход. Обычно они его находят по уплотнениям клапанной крышки, то есть выходят газы, а вместе с ними и масло. Поэтому при запотевании клапанной крышкой и обнаружении во впуске масляных паров надо срочно проводить ревизию системы вентиляции картерных газов, а именно обратить внимание на мембрану. Прокладка клапанной крышки, даже оригинальная, продается отдельно, а вот мембрана отдельно не продается. Но уже есть неоригинальные ремкомплекты для клапана ВКГ. На моторах с насос-форсунками используется так называемый тандемный насос. Он состоит из двух частей, то есть секция подкачки и вакуумный насос. Частенько этот узел течет соляркой. Из-за этого слышен запах дистоплива в салоне. С этим же дистоплива может просачиваться из секции подкачки в вакуумный насос и смешиваться с маслом, которое подается для смазки. Возможно и обратная ситуация. Проблема с герметичностью тандемного насоса решается заменой уплотнений, которые поставляются в ремкомплектах. В ремкомплект также входят пружины, которые ставятся под лопатки подкачивающего насоса. Если эти пружины изношены, то тогда двигатель долго запускается и эта неисправность вызвана долгим нарастанием давления топлива. В норме подкачивающий насос должен выдавать 7 бар. Не все проблемы тандемного насоса решаются ремкомплектом. В его вакуумной секции есть неудачно завальцованный на заводе штуцер, который со временем разбалтывается и тогда производительность вакуумного насоса снижается. Даже тормоза становятся слабее. Это очень хорошо лечится холодной сваркой. За нагнетание воздуха в двигатель 1.2 TD и PD отвечает турбокомпрессор Гары GT1541V. Эта версия известна растрескиванием чугунной части турбины, после чего газы попадают в подкапотное пространство, а потом по системе вентиляции легко попадают в салон. Сварка надолго не помогает, приходится менять весь узел в целом. Износ вала и подшипников этого турбокомпрессора достаточно редкое явление, в особенности если владелец использовал качественные масла. Ну а если вам нужна такая турбина, то в «АвтоСтронг». Геометрия турбины двигателя 1.2 TD и PD управляется электровакуумным клапаном N75. Если есть проблемы с клапаном, то двигатель переходит в аварийный режим при определенных нагрузках. Появляется ошибка, которая четко указывает на проблемы с наддувом. Двигатель после перезапуска работает в обычном режиме и уходит в аварийный при возникновении проблем с «кнапаном» N75. Двигателем с насос-форсунками присущ износ кулачков распредвала. Эта проблема на двигателе 1.2 TD и PD встречается крайне редко. Напомним, что для лучшей защиты кулачков распредвала надо использовать подходящее моторное масло с допусками Volkswagen 505.01 вязкостью 5w30 и менять его каждые 10 тысяч километров. Самый маленький турбодизель с насос-форсунками может преподнести неприятный сюрприз в виде отключения одной из форсунок. Тогда двигатель будет работать с одним отключенным цилиндром. Причина стандартная – разрушение оплетки на электропроводке. После этого фиксируется соответствующая ошибка, указывающая на сбой в электропроводке конкретной форсунки. Чтобы решить данную проблему, надо менять часть электропроводки под клапанной крышкой. А также может помочь поджимание пинов конкретной форсунки. Как и на всех моторах с насос-форсунками, здесь используется ремень ГРМ увеличенной ширины 30 миллиметров. Также здесь необычный шкив распредвала, оснащен инерционным демпфером колебаний. Такой механизм необходим для снижения высоких нагрузок и вибраций. Шкив распредвала здесь составной. Он крепится к хвостовику распредвала не непосредственно, а через ступицу, которая неподвижно фиксируется на валу. Для замены ремня ГРМ надо отпустить шкив, натянуть ремень, зафиксировать шкив. Таким образом, установка ремня ГРМ проще и точнее. Насос-форсунки имеют отличный ресурс, а продиагностировать их можно без проблем, не снимая с двигателем по фактическим параметрам их работы. Все параметры работы форсунок прекрасно видны в диагностическом ПО. Опытный диагност может определить степень износа форсунок, а также наличие воздуха в топливной системе. В случае износа распылителя насос-форсунки она поддается ремонту, а вот если проблемы с управляющим клапаном, либо же его седлом, то тогда форсунку надо менять. Чаще всего форсунки требуют внимания из-за замены вот этих уплотнительных колец, которые разделяют линию подачи и возврата топлива. Замечено, что при износе этих уплотнительных колец воздух может попасть в топливные магистрали, и тогда двигатель будет работать очень неустойчиво и неровно. При этом никаких отклонений на диагностике по работе форсунок выявлено не будет. Седла их тоже будут в порядке. Короче, неровная работа двигателя чинится просто заменой вот этих уплотнительных колец. Крохотный дизель 1.2 унаследовал проблему износа гнезд насос-форсунок. Форсунка ослабляется, разбалтывается и плющит алюминиевый сплав. При этом нарушается герметичность каналов подачи и возврата топлива. Солярка может попасть в масло под клапанной крышкой, а также воздух и масло могут попасть в топливные магистрали. Из-за пузырьков воздуха в топливной системе мотор хуже заводится, хуже работает. Эту неприятность можно устранить путем установки ремонтных стальных втулок в гнезда форсунок. Но, как мы уже говорили, этот двигатель может плохо отреагировать на снятие ГБЦ, потому что это приведет к ослаблению анкеров, которые крепят коренные шейки. Проблема с расшатыванием насос-форсунок вызвана тем, что форсунки крепятся только одной прижимной планкой. Стоит отметить, что износ возникает в гнездах напротив крепежной планки. Если говорить по нашей ситуации, то видно, что форсунки болтались. ГБЦ беспроблемная, с ней практически ничего не случается, если, конечно, не оборвется ремень ГРМ. Если говорить о состоянии, то признаки обильного масла жора. Вот это анкерные шпильки, которые остались в блоке цилиндров. Вот это гайки, которые крепят ГБЦ. Снизу такие же гайки, которые крепят коренные крышки опор коленвала. Состояние цилиндров. Хон очень слабенький, видны заполированности и много нагара на донышках поршней. Балансир вращается против часовой стрелки, то есть в противоположном направлении к коленвалу. Маслонасос и балансир приводятся одной цепью. На моторе 1.4 TDI она имеет свойство растягиваться. Но в двигателе 1.2, благодаря облегченной поршневой группе и кривошипно-шатунному механизму, данная проблема практически отсутствует. Также очень редко происходит проблема соскакивания приводной шестерни коленвала. На немецком форуме поклонников автомобилей Audi A2 ведется статистика поломок и пробегов автомобилей с двигателями 1.2 и 1.4 TDI. Так вот, на октябрь 2020 года был зафиксирован пробег в размере 556 тысяч километров. Причем двигатель не ремонтировали, а меняли только турбокомпрессор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ты скажешь о состоянии коленвала? Я считаю, что коленвал не беды, но я обнаружил износ на одном из коренных вкладышей. Это не износ, это мелкие потертости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Состояние поршней неплохое, шатунных вкладышей тоже, но закоксовано маслосъемное кольцо. От этого и массажер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот алюминиевый блок, который насквозь проткнут анкерными шпильками. После снятия коленвала и опор данный блок не жилец. Это по данным производителя. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали мотор, который реально по некоторым данным может пройти 500 тысяч километров. Но так как этот мотор с насосом с форсунками, он обладает определенным количеством недостатков, о которых надо знать. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». АвтоСтронг.